Аблик, я Саски! Игорь Иникс, тогда, короче, как позовёшь, так... Ну, как позовёшь, так зови сразу. Я пойду тогда на мафию. И дай мне мафию, короче, сделай так, чтобы я мафией был. Я убью Жрака Луни, вот, этим спалюсь, но при этом я убью Жрака Луни, значит, своего бывшего друга. Привет, Сонечка. Привет. Слышала то, что Жрак Луни предатель? А что он сделал? Всё. Что он сделал? Бывший друг. А что сделал, расскажи. Всё, всё. А что Жрак Луни сделал? Всё. Чего так, расскажи. Всё, бывший друг. Ну, скажи, 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 почему? Всё. Ну, скажи мне. Он переезжает жить к Заквиэлю, а не к нам. А обещал к нам. Реально. Вот такой вот предатель. Какой ты предатель? Ещё, ещё говорил, я в апреле к вам перееду, а в апреле такой говорит, ой, да чё-то коронавирус, а сейчас его коронавирус не останавливает, чтобы... Да, кстати. Да, его реально... И всё. Я его даже добавил, я специальную роль у себя в друзьях сделал, чтобы бывший друг называется роль. И только Жрак Луни туда добавил. Вот, смотри, вот. Вот, бывший друг написано. Фу, Жрак Луни, фу, всё, я больше с ним разговаривать тоже не буду. Согласна, Пух. И больше рейдить его тоже не буду. Он реально его останавливал тогда, коронавирус, а сейчас не останавливал. Да, да, да. И он поедет туда жить, представляешь? А с нами не будет жить. А я из-за него вообще начал задумываться о частном доме. Ну и пошёл он. Да, реально, козёл, блин. У нас Гена есть. Гена к нам приедет. Да, и будет с нами сосаться. И с нами жить будет, да. А вот этот не будет с нами жить. Пусть он там со своим эзотфелем и шпехается. Да, реально. Да. Да. Правильно, Сонечка. Правильно, правильно. Таких надо, вот, да. Да. Таких надо, правда, бывшие друзья. Да, 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 да. Да. Так. Да. И мудрку эту мудрку. Да, и заберу мудрку. Да, правильно, правильно. Когда придёт, заберу у него мудрку. Да, и не разговариваешь. Да, 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 да. Гена из Парижа приедет? Да. А, он на самолёте прям. Подождите, мне мой бывший друг звонит. Алло, да, привет. Бывший друг, блин. Ты этого добивался, чтобы меня тебя киберболили? Чего? Спасибо тебе большое, Кирилл. В смысле? Да ничего. Ну ладно. Не понял, блядь. Это не было похоже на прикол. Получается, он уже мне не бывший друг, а не друг вообще. А что теперь делать-то теперь? Привет, чат. Как дела? Как дела? Я не знал, кстати, что мой бывший друг это испанец. Привет, здравствуйте. 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 Я сейчас расскажу всё, как было. А не как вам сказал Аферист Пятёрка. Я играл с Заквиелем в спидраннер против Хантера. Я был Хантером и пытался убить Заквиели в Майнкрафте. И вот мы с Заквиелем, значит, разговариваем по всяким там душам, да, своим. И он говорит Чё, Жень, когда приедешь? И я посмел мне Лёня звонить. Мне психолог Лёня звонит. Алло. Алло, Жень. Да. Короче, чат слышит меня сейчас, нет? Да. Мне звонил Пятёрка только что, рассказал ситуацию. В общем, ты мне тоже больше сейчас не друг. Удали мой номер. Пока. 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 Уёбок. Питаны ебаный. Меня все люди... Меня все люди удаляют из друзей. Со мной перестают дружить люди. Извините, это грустно. Нельзя над таким смеяться. Смеяться или плакать-то, блядь. Здравствуйте, Аночка. Так вот. Играли мы за Квиелем. И я сказал, говорю. А он говорит. Когда приедешь-то? А я говорю. Да хоть завтра. Мне самое главное, билет на проезд оплатите, и я приеду. Что? Алло. Кто это? Это Леня. Какой? Твой бывший друг. Я забыл сказать, у меня мать тебя проклевающая. Пошел нахуй, блядь. Еще мать. То есть у меня теперь нет девушки, блядь. Кого не мать-то теперь буду, блядь. А, Зака? Тогда ладно. Вот. И мне сразу же приходит донат от Тернави. На билет сразу же приходит донат. Правда, без погашения комиссии и... Ну, можно и не ехать. Малую сумму, все равно я своих денег туда вкинул. Но это не важно. После этого я такой думаю. А что будет, если я на месяц смотаюсь к Саквиелю, и в этот момент я не буду платить за квартиру месяц. Потому что деньги на квартиру я только-только собрал. Да ёб твою мать! Месяц пока не буду жить, не буду платить денег. Ты для меня больше ничего не значишь. Умоляю тебя из жизни. Не звони мне больше. Умоляю меня из жизни, бывший друг. Спасибо за донат. За 15 рублей. И она мне говорит. Ты чё? Охуел? Конечно же нет. Плати. Плати налоги. Вот. И я такой думаю. Вот сука. А потом узнаю, то что у неё кроме этой квартиры дохода больше нет никакого. Я с уважением отнёсся к этой женщине. Я с уважением отнёсся к этой женщине. Так, забайтил на донат, как бог, визнь. Вот. И, то бишь, я сейчас отдал за квартиру деньги, да? И купил билет к Косте. Наличных денег у меня больше нет. Чат, я перед вами честный. Копец. Я перед вами честный. Час. Час. Я же перед вами честный, Чат? Да нет. А теперь внимание. Остаток денег на счету. Сбербанк. Да? У меня других счетов, блять, больше нет. Давай, блять, грузись уже. Видно? А, нет, здесь не видно. Сейчас. Ооо, тварь, врал мне. Он говорил то, что у него 300 рублей на счету осталось. А там 344 рубля, блять. Короче, 244 рубля, 29 копеек. Я могу скриншот сделать, самому себе прислать. Я же, я же, я же, я же, я же с вами честный. Нет, 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 так. Так, сейчас я самому себе пришлю скриншот, покажу вам. Не знаю, где вы там 366 увидели. Там нет 300 рублей. А это значит, что у меня, кроме этих 300 рублей, которые я завтра потрачу на дошек, воду и такси, потому что мне надо довезти вещи до поезда, да, какие-то, больше нет ни хуя. Помянем. Пам. Вот. Чекайте. Чекайте. Вот. Вячеслав Бутусова мне ВОКа, кстати, рекламируют. Ооо. Все. Че вы сморчуете. А что делать, что делает Игорь Иникс? Поэтому, поэтому. Я не понимаю такого отношения пятерки, типа, он такой, ты чё, охуел будешь жить у Азакуэля? Чики-бабывший, друг, не звони мне больше. Чики-бабывший? Что такое Чики-бабывший? Фер, фер. Я не понимаю. Женечка, телефон на зарядку поставь. Да, спасибо большое, Тяночка. Вот. Если бы я располагал большими средствами, что ли я... Короче. Денег нет, где контент, где Dark Souls. Будет всё контент, я приеду к Косте, будет контент. Поэтому я такую думаю. Да нахер мне обратно из Ростова приезжать в Саратов. Чего, блин? Когда я могу... Фу, из Ростова. Из Барнаула приезжать в Саратов, когда я могу в Барнауле продолжать снимать квартиру. Вот. Яс. Но я забыл, что у меня очень крутой друг Костя, который говорю, блин, Костян, а ты там не можешь посмотреть, где квартиры? Яс. Я нашел очень дешевую квартиру за 18 тысяч. Яс. 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 Бывший друг. Прощай, бывший друг, ты меня больше не друг. Ясно, ясно. Ясно. То есть вот это вот мне... Теперь продолжается, да, вот этот вот кибербуллинг. Я понял вас. Как это, бывший друг? И получается, благодаря вот этому всему, пятерка такой. А, ты, значит, мне больше не друг, я с тобой хотел жить в одном доме, а ты поехал жить к Закхуэлю. Да. Я вынужденно поехал, меня вынудили, понимаете? Ну, в смысле, вынужденно, потому что если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы в этом месяце мне не надо было платить за квартиру, а просто так, типа я уехал бы, да, на месяц, Костя, мы там записали трек, сделали какой-то контент с ним и приехал обратно, то было бы все хорошо. Это что за смайлы, блядь? Чат вы меня понимаете? Сердечко в чат, если вы меня понимаете. Не понял. И весь этот, весь этот хейт, это просто рофл. Это же рофл. Я настоящий друг нашел бы способ. Мы еще сосать по всему Барнаулу и выпрашивать денег? Блядь, у самого нету денег, блядь, нахуй, блядь. Но вы держи, покей, воду подороже в своем этом поезде, реально, но вот кайфч, блядь, нахуй. Блядь, вот ты давал деньги, ноу-неймам, вот теперь без денег, блядь, нахуй, блядь. Кирилл, прости, ты его уже забрал, реально, ну, пиздец, чё, как не под сам, блядь, нахуй, блядь, ты вездец, блядь. Реально, вот я с мокером согласен, мейкером. Потому что, ноу-неймам я давал, потому что я думал, что им деньги нужнее, вот. Я же не знал, что вот такая ситуация случится. Нормально, нормально, нормально. Я вижу, я вижу восемь игроков и одного хейтера. Кто? Так нас девять играет. О, привет, Фискан, привет, Костя, друг, привет. Всем привет. Привет, бывший друг. Блядь. Анархия бой здесь. Я не хотел, говорит, к нему ехать, меня вынудили. Да ху-ля, что этот стрим, блядь. Вот так вот за спиной всегда, пацаны. Ой-ой-ой-ой. Пятерка. Пятерка. Так, просыпается игрок номер шут. Так и есть. Игрок номер шесть засыпал. Джек Луни. Здесь Джек Луни не мафия, чтобы я его мог убивать. Так, а теперь, ну, все из нас миллиардеры и мы на своей личной яхте. У одного кого-нибудь. Например, вот у Бамистарка, вы посмотрите на такого человечка. Вот так ну очки, очки решают. Окей. Мы у него на яхте, давай. Итак, игрок номер пять. Здравствуйте, я миллиардер и я плыву на яхте. Меня зовут Евгений, у меня кривые мизинцы на ногах и 10 сосков на животе. Я вообще покупал билет в Ростов, а яхта плывет в Барнаул какого-то хуя. Поэтому, ну, нормально. Я, если что, мирный житель. Ноги дальние какой-то. Господа, вас приветствует капитан данного корабля. Я рад приветствовать вас на данной яхте. Она принадлежит Тони Старку, а я буду вашим пилотом. И буквально в последний момент мы должны были отправиться из Саратова в Ростов-на-Дону. Буквально в последние минуты поступил приказ, что двигаемся мы все-таки в Барнаул. Против своей воли, конечно. Всем приятного плавания. Всем приятного похода. Корабль же ходит, а не плавает, правильно? Вот. Логично. Блядь! Здравствуйте. В прошлом я жирный стример, но я обеднел и схудал, потому что перестал дружить с одним человеком, который просто захотел съездить к своему другу. И я стал очень худой из-за этого и бедный. Я на этой яхте мою полы, подтираю гавл за богачами. И вообще я мирный человек, и для меня эта катка очень скучная будет, потому что я не умею и не знаю, как играть за мирного. Надеюсь, мирные победят. Ура! Подписывайтесь на канал. И завис. Просыпается у нас только мафия. Блядь! Игорь Эникс, я, блядь, больше не приду сюда, нахуй. Мафия ознакомится. Итак, у нас первая ночь, и, соответственно, уже выбирайте, кого вы будете убивать. Ну, давайте сделаем. Давайте какую-нибудь эту, чтобы попроще раскрыть. Давайте мы, ну, летим в самолете из Саратова в Барнаул, и, ну, то есть, перелет долгий, и вот мы несколько дней летим, и вот действие происходит. Здравствуйте. Я вот плыл, значит, плыл на корабле и не доплыл. И, наконец-то, я теперь лечу из Саратова в Барнаул. Мне, наконец-то, повезло. Я не мафия. Сейчас я буду играть, наконец-то, за мирного жителя. И, если вы меня опять будете сливать, я не знаю, как себя вести в этой жизни. Здравствуйте. Я бэк-вокалист Тупака, и мы летим с ним на концерт, и для того, чтобы выступать в Барнауле. Йоу. Поэтому, ну, он мне больше всего понравился. Также мне понравился игрок, ну, что сказал, номер три. Вот. Но ко второму, ну, складываются какие-то подозрения, реально. Поэтому, ну, у меня пока на этом всё. Я, ну, мирный, чисто на подпевках у Тупака. Так, а игрок номер шесть? Так, ну, вообще неплохо. В целом стол открыли. Да, второй, конечно, вызывает подозрения, пигде. Простите. Я же в ящике бомбуне додупиться. Это банк. Это банк. Я Саски.